здравствуйте в эфире новостной выпуск день за днем студии олег соловьев десногорской организации инвалидов этом году исполнилось 30 лет в копилке событий общества теперь и мероприятия под названием красота без границ фото проект призван показать что нет ограничений по красоте что красота бывает разная открылась фото выставка 18 декабря в десногорском историко-криевическом музее красота и красота которой девочки с фотографом смогли ее воплотить раскрыть эту красоту хочу вам мои дорогие мамочки пожелать и папочки здоровья и чтобы всегда гордились своими детьми спасибо в качестве фотомоделей 10 юных особенных горожан каждый из них со своим характером настроением и готовностью позировать перед фотокамерой фотосессиях для них не было стандартов и жюри поэтому каждая фотография получилась по-своему уникальной что лишний раз доказывает быть красивым и свободным можно при любом диагнозе мы не стесняемся мы не боимся и наши дети которые которые раз мы доказываем что наши дети имеют право быть во всех как сказать во всех мероприятиях в жизни россии они тоже могут многое дать дать нашей стране ведущий фотограф проекта марина михальчик работая с камерой уже более 10 лет участие в проекте красота без границ стала для нее новым и приятным опытом фотограф получила настоящее удовольствие работать с этими искренними людьми и маленькими человечками которые наполнены любовью жизненной энергии и хочу сказать большое спасибо их родителям за то что ну дети умеют улыбаться умеют радоваться и я получила настоящее удовольствие снимая их фото выставка красота без границ открыта в десногорском историко-кровическом музее по 15 января выезд из белоруссии в смоленскую область может стать платным это следует из законопроекта белорусского минфина который в случае принятия будет действовать с 1 января 2021 года в течение двух лет предполагается что плату будут взимать с водителей легковых автомобилей сумма составит около 32 американских долларов а вырученные средства направят на борьбу с ковид-19 также из-за ковида с 21 декабря власти республики ввели ограничения на пересечении границы в обоих направлениях через погранпереходы с латвией литвой польшей и украиной а также воздушные пункты пропуска российская федерация в данном перечне не значится завершение выпуска прогноз погоды 22 декабря в десногорске переменная облачность без осадков днем минус 1 ночью до минус 6 смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefestv.ru всего доброго до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok